Так, начинаем запись. Все. Вроде бы пошло. Вот опять выезд. Начинается запись. Итак, мы остановились на том, что эта операция в случае ее успешной, то, что называют успехом, в этом случае я имею в виду Бурба, Бутусов, Шустер и все остальные, в случае захвата турецкого самолета и операции по аресту, задержанию вагнеровцев, мы остановились на том, что это могло бы привести к разрыву отношений с Турцией и вообще, я так понимаю, превращение Украины в такое подобие Беларуси, потому что к Беларуси отношение как к воздушным пиратам сформировалось, да, и у нас могла бы быть такая репутация. А кроме этого, как я уже сказал, российская агрессия спасать пошли бы своих граждан, потому что, еще раз повторяю, процессуально они никто в этой ситуации. Мы им подготовили подозрение на основании того, что они что-то там говорили. Они говорят, мы же поставили условия, опыт участия в боевых действиях. Смотрите, проверить, пересекали ли мы границу Сирии, Ирака, Ливии, Афганистана и так далее, легко. Можно проверить, ну, как бы дать запросы и увидеть, были мы на рейсах, заезжали или нет. Границы с ЛНР, ДНР нет. Никаких запросов проверить невозможно. Мы себя оговорили, сфальсифицировали, попросили там чернокнижников нарисовать нам наградные документы. Тут, извиняюсь, в Украине от всех наград в каждом переходе раньше продавались мешки. Я когда вижу людей, которые ходят с медальками на виду, хочется плакать. И получается, что им необходим доступ консула, к ним необходим доступ адвокатов. Вы представляете, кем бы выглядела Украина? И начали бы смеяться. Весь мир смеялся бы и ругался. Ругался, что воздушные пираты-террористы. А смеялся бы, что... Мы тут навыписывали обвинения. Вы еще залезьте в чат, где подростки хвастаются друг другу, гениталии показывают. И рассказывают, какие они крутые. И рассказывают, как они кого побили, кого убили, что они наделали. Снимите все это и скажите потом. Мы идем предъявлять подросткам обвинения. Оказывается, что подростки все это придумали, чтобы круче оказаться. Вы понимаете? Одно дело, их вот этот вот треп. Это же не было физического контакта. Фотографии документов. Можно провести экспертизу по фотографии документов? Отвечаю, невозможно. Думаю, нет. Проверить их наличие и отсутствие на Донбассе пересечения границы мы можем? Там границы нет. То есть мутная, непонятная история. Россия может идти на эскалацию насилия с Украиной. Весь мир может смеяться. Сделали, как дети там. И выступали бы русские дяди вот с такими мордами, как две мои. В русском телевизоре. Ну, они зарегистрировали там двойника нашей компании. Конечно, наши силы кибербезопасности. Все это обнаружили ровно через три часа. Это дело называется фишинг. Фальшивый сад. Мы фальшивый сад обнаружили через три часа. И видя, что с ним работают там удаленно из России, из Украины. Мы решили эту тему оперативно сопровождать. И мы весело все ржали. Ржали, ржали. Но мы не верили, что пойдут украинцы на такую идиотскую штуку. Захват иностранного судна и захват граждан на основании каких-то разговоров в электронных мессенджерах, в IT-мессенджерах. И каких-то фотографий. Ничего хорошего. Константин, я правильно понимаю, что то, что называют неуспехом, срывом операции, на самом деле, слава богу, что она сорвалась вот в таком виде. Нет, нет, нет. Если бы операцию довели грамотно, то было бы все замечательно. Наработали базу этих граждан, получили их признание. В следующем этапе, мы уже говорили, построили базу частной военной компании в Венеселе. Нет, я имею в виду, в таком виде реализовалась, как захват самолета. В таком виде. Это катастрофа в любом случае. Реализовалась катастрофа. Не реализовалась. Вы слили, вы сдали, вы предали. Я извиняюсь, когда кто-то кого-то подозревает в том, что слили, сдали, предали, секретоноситель, да? Руководитель национального разведывательного органа. Идут в контрразведку, идут к министру своему профильному, министру обороны. Идут в ДБР, идут в генпрокуратуру, идут к председателю Верховной Рады, к голове. Идут к премьер-министру, куда угодно, но только не к журналистам. Вот те, кто совершенно секретные документы сдали журналистов, это люди, которые совершили государственную измену. Все люди, которые засвечены, показали каких-то разведчиков и так далее, это их жизнь подвергли опасности, на мой взгляд. Их же расшифровали. Они выходят, дают какие-то свои пояснения, показания. Их что, охраняют? Им что, дали документы оперативного прикрытия? Их что, переселили куда-то, так сказать, где до них не могут добраться? Делается все для того, чтобы помножить Украину на ноль, авторитет власти на ноль, чтобы выставить на посмешище украинское разведсообщество, национальную контрразведку. То есть, ну, как бы, гикари, гикари-неумехи сумасшедшие. Меня, как гражданина, это оскорбляет и злит. Я считаю, что именно Василь Васильевич своих сотрудников подвергает опасности, выдвигая их журналистам. Ну, как? Журналисты, которые секретные данные получили. Вот я нашел флешку с секретными данными. При всей моей наглости, нарваности и такой энергичности, я бы пошел это не в милицию, там, в полицию сдавать, а я пошел бы в службу безпеки и сказал бы, запустите меня в контрразведку. Только в контрразведку, под протокол, под документирование, я вам сдаю. Я вам говорю, сразу включайте полиграф. Я когда увидел, что ЦИНКОМ ТАЕМНО или ДСК для службового коррестования, я и смотреть не стал. Сразу меня проверяйте, я не носитель этой информации. Я увидел, что это. Я не хочу к этому иметь касательство. Потому что я могу пострадать. Константин, есть тут ощущение у вас, у меня, например, есть согласованных действий людей, которые говорят, что они патриоты, бьют себя пяткой в грудь, говорят, что они за державу им обидно. А Зеленский, зрадник, его окружение зрадники. И при этом эти люди совершают сейчас в открытых эфирах у Шустера и не только у Шустера, но и предательство интересов Украины. Татьяна, я вам так скажу. Мне пришлось по работе. Я был членом Нагодовой Рады Украинета и человеком, который отвечал за безопасность, взаимодействие с органами, и контакты с органами государственной власти и так далее. И более я вам рассказать не могу. Мне пришлось взаимодействовать по работе. В свое время был такой седьмой специальный центр службы безопасности Украины. Вы о нем, если есть открытые источники, почитайте. Если нет, я просвещать не буду. И в результате совместной работы с людьми, которые там работали, а там работали высокие интеллектуалы, кандидаты, доктора наук, то есть очень мощная команда была. Некоторые, так сказать, выполняя совместные задачи, некоторую, так сказать, полуграмотность я получил. Я могу сказать, что постоянно общаюсь со старыми пердунами, такими же, как я, пенсионерами. И все понимают, что это информационная спецоперация, что это вообще, что это сценарий насильственной смены власти в идеале. Нет, навязать перевыборы и так далее. То есть это сценарий, и это ничего не имеет общего с журналистикой, с патриотизмом. Это технологии, это манипуляции неприкрытые, очевидные, рассчитанные на самое-самое, так сказать, ну как бы быдло самых тупых и непритязательных граждан. Понимаете как? Это ничем другим назвать нельзя. Не пахнет тут журналистикой. Не пахнет. Тонкий, интеллигентный, очень умный Савик Шустер выполняет заказ. И еще раз говорю, если бы тогда был вопрос национального приоритета, мне пришел Зеленский и сказал, Константин Анатольевич, не бойся, мы тебя защитим. Веди нас, дай нам оружие, дай нам возможность выяснить вот через стариков, как бы спецслужбистов, сколько платят Шустеру в месяц, платит Ренат Леонидович, сколько платят Гордону в месяц. Это даже не сотня тысяч долларов, чтобы вы понимали. То есть очень большие деньги. Сформирован бюджет. Пишут миллиард, я не знаю. Но идет реализация как бы всестороннего, вот это есть пропаганда и оболванивание, она идет вовсю. Она уничтожает критическое восприятие. Она уничтожает понимание того, что люди, которые, грубо говоря, стоят за всем этим, вот Патруня наша. Патруня крокодильные слезы лил над могилами воинов и с первого мая поздравлял Вову Путина. Я говорю, Владимир Владимирович, мы же с вами трудящиеся. И ничего. Я еще раз напомню, кто забыл. Колонну Гиркина. Запрос, это я знаю, потому что я тогда был, извиняюсь, радником, начальника председателя службы внешней разведки. И от хлопцев, я знаю, не слухи, а запрос был авиации. Штурмовики Су-24 готовы были, так сказать, на выходе из Славянска колонну Гиркина умножить на ноль. Не осталось бы никого в чистом поле после удара авиации. И все. И никого захвата Донецка. Лично Петр Олексійович заборонил знищити Гиркина и компанию. Ну, понимаете, Ренат Леонидович сегодня рассказывает, что он великий бизнесмен. Я помню прекрасно татар из его окружения. Я там был когда-то в конфликте, я знаком с людьми. И они мне сначала звонили и ругались матом, не хочу повторять, что у них там авиация летает. Я говорю, пацаны, это я вам авиацию послал или что? Или это я гудел? Говорю, погудели, погудели. Потом встречаю их в Киеве. Уже зашли казачки, зашли россияне. Пограбили, побили, постреляли. И они сбежали сюда. Я говорю, ну что, хлопцы? Погудели? Мы хотели показать, что мы можем как Киев. Я говорю, показали? Теперь опять этот человек, ненаказанный олигарх. Странно, Игорь Петрович Смешко сказал. Все у него олигархи, а это крупный бизнесмен. Ну, слушайте, мы же взрослые все люди. И смотрим, вот собирается толпа. И цей встрастие, а цей благоухае. Так не бывает. Это неуважение к разуму украинцев. Это абсолютное безразличие к судьбе людей. Извиняюсь, это президента загоняет в такой, знаете, страшный коридор. Вот он подписывает меморандум с европейцами, что он опять откроет экспорт леса Кругляка. Это же страшно. А почему он так делает? Потому что надо хоть на кого-то опираться. На Европу, на Штаты, на кого-нибудь. Внутри у него земля под ногами горит. Дальше он подписывает с МВФ, так сказать, протокол о том, что будут поднимать цены на все коммунальные услуги и так далее. Упрощать систему взыскивания долгов, конфискации имущества и так далее. Почему так происходит? Потому что загоняют на минное поле эту власть. Внутри обеспечивают саботаж на всех уровнях. Пропаганду, что Геббельс бы учился у них. Встал бы и учился, как надо зомбировать людей, как надо врать. Какой это патриотизм? В каком месте патриотизм? Товарищ Бутусов, ну вы же не сумасшедший. Ну, совершенно секретные данные взять и рассекретить, выставить на посмешище. Еще раз говорю, всю страну, руководство страны, разведсообщество, спецслужбу национальную. Это что, патриотизм? Стать холеным людям и говорить, не обижайте солдат. Солдат, при чем здесь солдаты? Это верхушка правящая Украиной. Как бы отогнали открыто, хотят дорваться снова. Какими они были при корыте, мы хорошо помним, знаем. К этим, которые сегодня, миллион вопросов. Миллион вопросов. Смотрите, но тут имеет место, как вы правильно вспомнили, события 2014 года. Я считаю Ахметова резидентом Российской Федерации в Украине. Я в этом уверена, изучая 30 лет донецкую мафию. Это мое оценочное суждение. И здесь мы видим сговор, сговор и так называемого патриота Порошенко, который мечтает вернуться к президентству, и так называемых патриотов, так называемых лидеров мнения, таких как Бутусов, и таких популярных блогеров, так называемых как Гордон. Всех видим сговор против Зеленского, но ведь он выглядит сейчас как сговор против Украины. Телеканал наш. Пропаганда, как во время войны. Телеканал Украина-24. Пропаганда, то есть это война насмерть. Это не попытки надавить и о чем тогда говориться. Это война насмерть. И вот когда эти мальчики из развлекательного жанра продолжают снисходительно, так сказать, это все воспринимать, я говорю, парни, поймите, что бьют вас. Ладно бы вас били. Бьют всю нашу страну через вас. И вот этого позволять нельзя. Сказал А, говори Б, напали на государство. Надо всех закрыть по подозрению в госизмене. Негодяям, как бы платным пропагандонам, извиняюсь за мой французский, пропагандистам. Четко сказать. Либо сядешь на ПЖ с конфискацией, либо сдавай заказчиков. Сколько платили, какие задачи ставили и так далее. Вы же понимаете, что такой большой войной управляют. Она управляется из некого центра. Это невольное творчество. Кто как хочет, то так это самое. Тут и Медведчук. Тут и Порошенко. Тут и Ахметов. Тут и вся, как бы, команда бывшего народного фронта. Тут куча каких-то сателлитов. Извиняюсь, смотрю, Юлины. Юлины вышли из берегов. То они же подголосовывали. Ну, давайте объективно смотреть. То есть это война всей вот этой вот старой политической палитры против этой новой команды. Еще раз говорю, к новой команде тысячи вопросов. Но когда их так бьют, а вместе с ними бьют нас и всю Украину, говорю, ребята, стоять. Будете хулиганить? Будут тяжело дышать. Возьму гражданский карабин на основе Калашникова. Пойду защищать действующую власть и Конституцию. Не балуйтесь. Хорош. Все должно происходить в соответствии с Конституцией и законодательством. Давайте выборы, выборы. Войля изъявления, войля изъявления. Но вот эти ваши танцы, в момент, когда идет обострение, это же не мы придумали. Мне понравилось, как в студии у Шустрова. Просто я такого никогда не видел. Называют ведущие западные издания, ведущие информационные монстры из Запада, которые кричат, возможно, российская агрессия. И говорят, они идиоты, они сумасшедшие. Они не понимают, они сеют истерию. Какой смысл, извиняюсь, западным разведкам всем и западным самым популярным аналитическим изданиям, политическим изданиям сеять у нас панику? Ну, ладно, вы можете обзывать кем угодно меня. Я старый беззащитный человек, инвалид. Любой может на меня напасть. Не каждый сможет убежать. Предупреждаю. Но когда вы заплевываете какие-то, знаете, там, столпы Запада, ребята, ну что вы делаете? Важно, вот были бы здесь, с этой стороны пропагандисты. Вырезали бы это все и сказали. Вот смотрите, как они называют, как они смеются над ведущими изданиями, над ведущими аналитиками, над руководителями разведок и штабов западных стран. Вы понимаете, как сейчас Украиной торгуют, какая идет игра? Вы понимаете, что значит 600 британских десантников, Шустерчик, там, не знаю, эскадрилья, F-18 канадских? А можно еще чуть-чуть с вами гипотетически, ну, так сказать, пофантазируем? Ну, предположим, реализовывается сценарий, о котором мы говорим. Предположим, все эти эфиры у Шустера, кстати, на 1-2 декабря, и многие люди, которым я симпатизирую, хотят выходить на протест, и движимые лучшими побуждениями, считая, что да, есть предатель, Ермак, и мы будем выходить 1-го декабря, вот такое совпадение. Так, предателя, секунду, предателя надо тихо искать, тихо искать предателя. Я хочу, это да, эта мысль понятна. Я хочу построить план, как это может выглядеть, сценарий, если, к примеру, действительно люди движимые убеждением, что среди... Ну, рассказывай про сценарий. Сейчас я закончу. Устроенку говорю, подождите. Ну, можно? Можно, но... Выходят на протест 1-го числа, начинают требовать отставки Ермака. А тут мы верим западной разведке, которая говорит, что Путин на границах не просто так, а готов к вторжению. Как вы видите дальнейшее развитие событий в таком случае? Я вам расскажу. Значит, случилось так, что оперативники, которые владели вопросом беспорядков под домом Порошенко, хорошо знали, это были люди, ну, как бы их связи, да, оперативные, на оперативной связи с ними были. Люди, которые организовывали под домом Порошенко выступления. Значит, мы видели, что там какие-то молодые люди ругают Порошенко, пытаются нападать на его дом, и какие-то ветераны войны, картинка, защищают дом Порошенко. А что на самом деле? Одна касса, две группы людей, нанятых, Порошенко, для нападения на дом Порошенко, непонятных хулиганов и защиты дома Порошенко ветеранами войны. Какая была его цель? Цель раскачать ситуацию, чтобы потом напасть на Зеленского. Что вот на меня нападают, и я на него нападу. Абсолютно точно известно, что им платил Порошенко. Мне, и я понимаю, оперативников сегодняшних, которые это знают хорошо, прекрасно знают. Что это все нанятый цирк. Представьте себе массовые демонстрации. Представьте себе, что до сих пор Министерство внутренних дел только формально управляет эта власть. Она же ничем не управляет. Кроме своего офиса. Вот что страшно. Могут Насгвардию толкнуть на какую-нибудь провокацию. Могут. Ментов на провокацию или на бездействие могут. Могут. Какую-нибудь банду молочников, которые с криками там за Великого Зеленского и так далее, кого-то убьют, покалечат там, что-то сделают. Вы что не понимаете, как раскачивается ситуация в стране? Вы не помните, как это было во время Майдана? Как не успевали бегать, гасить насилие. Вспышка насилия в гостинице Украина. Туда побежали. Пока кто-то побежали на Хрушевского на Человек. Это же уже все было. Роль России. Выгода приобретатель. Выгода приобретатель, несомненно, первый главный. И, скорее всего, организатор через наших олигархов. Кто они там, агенты, друзья, товарищи, партнеры по бизнесу. Ну, Ахметов однозначно. Ахметов однозначно. Его партнер новинский, олигарх из Кремля. Ну, вот видите, вы все сами знаете. Я их обвинить в суде не могу. Но если бы меня спросили, есть ли у тебя внутренние убеждения, что это прямые резиденты России? Конечно, есть. Конечно, есть. И приобретает выгоды Россия. И реализовать планы по расколу, разрыву и оккупации еще одной части Украины. Может Россия в этом случае. Обеспечить при массовых манифестациях, при накале страстей, пойню, обеспечить выходку какого-нибудь офицера, выходку какого-нибудь члена команды Зеленского, закупить, дорого заплатить, чтобы он нам открыл огонь по людям. Чтобы он что-то сделал не так. Это же, понимаете, ну, нет такой крепости, говорил еще Александр Македонский, которую нельзя взять при помощи мула, груженого золота. Ну, золото есть. Ну, креативных людей, таких как Василий Васильевич, там, Табун. И сколько их еще на Лубянке. И придумать, как народ взводит от возмущения, они же дети, там, беременная пострадала, погиб младенец, и всей страной пойдем хоронить младенца. Они придумают. Им только дай возможность. И вот им сейчас это окно возможности открывают. Ахметов, все вот эти гости его студии, Шустер, Гордон, Бутусов, Соколовская, Турчинов, все, кто, как бы, совершенно секретные документы передал журналистам, все журналисты, которые их опубликовали, какие основания? Есть крот, давайте его искать. Тихо, спокойно, делать вид, что ничего не произошло. Найти крота, задокументировать крота, и судить крота, и вот если этот крот вдруг Ермак или Девченко, сказать, Владимир Владимирович, Владимир Александрович, вот кроты у вас, вот они доказанные кроты, не крики истерические, а мы тихо молчали, терпели, работали, и вот доказали, собрали доказательную базу. Наверное, вам надо уходить в отставку, наверное, надо перезагружать страну. Вот это была бы государственная позиция. Смотрите, Константин, вы там критиковали Грозева и так далее, но в его докладе нет вывода о том, что произошло предательство, что есть крот и так далее. Это все домыслы украинских псевдопатриотов. Он занимался. И сейчас идет накачка, накачка общества. Нет у общества такого негатива к этой операции «Вагнергейт» и такого возмущения в адрес Зеленского и его команды, как они представляют в своих эфирах. Они это на порядок умножают в сравнении с реальной картинкой. Подождите, Грозев вел разведывательную деятельность под оперативным прикрытием журналистики на территории Украины. Факт? Ну, это сомнительно. Это ваша оценка скорее. Это моя оценка, да. Я считаю, что слубянки всем надо давать по лапам, когда они начинают лезть нашим секретоносителям, расшифровывать наших разведчиков. Он же беседовал. Да ничего он не лез. Борба пошел давать свои сенсационные откровения всем, кто возьмет. Всем. Он же американцам там что-то давал, журналистам иностранным. И Грозеву дал. Ничего Грозев не лезет. Это все была инициатива со стороны Бурбы лезть всюду и давать свои сенсационные разоблачения. Ну, смотрите, все вот эти люди, которые целком таемную информацию разголосили, и если у нас были кроты, то сделали невозможным изобличение кротов, задержание кротов, они должны по закону нести ответственность. Они гуляют по студиям. Ну, об этом речь не идет, что они сейчас понесут ответственность. Хотя бы, чтобы они остановились и не реализовывали свой план, потому что этот план может привести нас... Я извиняюсь, а можно я спалю детский садик с детьми, и вы мне скажете, ну, просто следующее не поли, а за это тебе ничего не будет. Я этого не понимаю. Если закон, то закон. Если анархия, то анархия. Если президент, верховный главнокомандующий, значит, найти в себе мужество не нравится всем, а людей, которые посягнули на государство, на общество, на стабильность нашу и реализовывают чуждые нам спецоперации информационные, которые могут перейти в фазу военных на нашей территории, значит, всех их надо остановить и наказать. И все. Ну, тут есть тонкая грань между свободой слова, которую мы не должны ущемлять, и людьми, которые нарушили. И у меня свобода слова. Вот если вы меня спросите про историю, вот я вступал как адвокат со стороны потерпевшего, было такое покушение на убийство банкира Сергея Дедечка, вашего земляка. Я как адвокат вступал в процесс. Вот годы прошли уже с тех пор. А заказчик был один из народных депутатов. На момент заказа. Если вы мне сейчас еще раз спрашиваете, я скажу. Я вступал в процесс, я не имею права. С моей свободой слова тут ничего не связано. Меня могут серьезнейшим образом наказать от адвоката за распространение. Потому и говорю, что журналисты – это журналисты. А журналисты что, идиоты? А Бурба и другие, эти люди нарушили определенные свои, я думаю, документы, которые они подписывали. Они долг свой, мне кажется, нарушили, предали свой долг. В том числе Бурба. Не на государство, а на частную лавочку олигархическую. Вот и все. И к журналистам у меня вопросы. Они не могут не понимать. Им платят за это деньги. Они как бы не отнесли и написали заявление о службе в Успехе, чтобы мне фигурант какой-то вручил вот эти материалы с целью их распространения. Я их пришел сдавать, потому что считаю, что их распространение несет для себя угрозы для государства. Разведы органов, спецслужбы отечественной и так далее. Вот это была бы гражданская позиция журналистов. Причем здесь журналист? Это что, человек со вседозволенностью? Или человек, который не имеет гражданских своих обязанностей перед государственным обществом? Что вы сакрализируете журналистов? Я извиняюсь, вы можете легко проверить. Я работал в военной газете журналистов. Потом был начальником отдела. До сих пор, с 96-го года, член национальной спилки журналистов Украины. И что? Туда принимают всех подряд за деньги. В 96-м году меня подавали от военной газеты. ВЧА 0140. Это же все, как бы, легко проверяемо. У меня до сих пор в личном архиве генерал-полковник Амстанценко допуск, подписанный мне, как корреспондент, улежит. Но я же не сакрализирую журналистов. Нет. Я понимаю, что такие же люди. Да, есть закон. Да, есть, как бы, определенные права, и закон защищает. Вот в рамках закона, пожалуйста. А как только касается гостайны в воюющей стране, ну, не знаю. И адвокатов я не сакрализирую. Но кто не был допущен к этой гостайне, тот и не может ее нарушить. А вот кто был допущен и нарушил, это совсем другой разговор. Не совсем так. Это очень дурно пахнет. Очень дурно пахнет. Когда человек совершенно секретную информацию, чтобы отдать национальную контрразведку, начинает ее публиковать, как бы, нанося серьезный ущерб своему государству. Это же идиоты. У них что, есть справка, что они дебилы? И все-таки, видите, что локомотивом всей этой деятельности является Ахметов. И Зеленский тоже вчера вспомнил Ахметова. Это, кстати, наводит меня на самые печальные мысли, потому что, как я уже говорила, Ахметов, и как вы тоже заметили, в 2014 году его деятельность помогла России оккупировать Донбасс. Сейчас его деятельность точно так же может помочь оккупировать Киев. Более того, если бы он немножко по-другому действовал, то оккупация Донбасса, скорее всего, на 90% не состоялась бы. Ну, если бы он действовал совершенно по-другому, все свои силы и влияние в регионе бросил на то, чтобы сказать, это наша страна, мы ее не качаем. Он не гудел бы, а все наоборот. Правда? Да, много раз говорили о том, что у него только охрана его СКМ, это тысячи, десятки тысяч людей, которые могли быть, так сказать, мобилизованы. Вместо этого в ночь на 7 апреля 2014 года, и у меня есть документальные подтверждения, у многих они есть, я скачала все эти видео, он пришел к боевикам, захватившему обл. администрацию, поехал на переговоры в городское управление милиции и отменил приказ, который имел Ярема на зачистку гопников, захвативших обл. гос. администрацию. Бизнесмен, лицо, которое не имеет никакого реального, как сказать, формального присутствия во власти. Почему ему подчинились силовики, это второй вопрос. Они не имели права ему подчиняться, но они ему подчинились. Да, уже Ярема прибыл в Донецк зачищать обл. гос. администрацию, и в ночь на 7 апреля 2014 года это не произошло. Почему-то в Гарькове это произошло, где у Авакова был свой интерес. Без крови зачистили обл. гос. администрацию, без крови. И ХНР не создалось, потому что Аваков такое решение принял. А в Донецке создалось, потому что Ахметов такое решение принял. Вот видите, ненаказанные преступления поражают чувство безнаказанности. И люди, которые обеспечили успех в оккупации Донбасса в свое время России, теперь пытаются обеспечить успех как минимум в оккупации половины Украины. Потому что ненаказаны предыдущие шаги. Вот я говорю, хватит безнаказанности в стране. Сделал, отвечай, кто угодно. Ты Зик Хайль кричишь, Хай Гитлер и кричишь «Слава Украине». Кто бы ты ни был, ты ультрапатриот из Азова, повинный в массовых убийствах и так далее. Иди и отвечай. Ты из каких-то пророссийских движений, иди и отвечай. Хорош, ребята. Неприкосновенных не должно быть. Ни патриотов, ни антипатриотов, ни олигархов, никого. У нас законам не пахнет. У нас люди уже привыкли к тому, что двойные странные стандарты – это норма. А так не может жить страна. Я вчера говорил вечером, мне наболело. Я вам говорю, это все напоминает, знаете, такой вот жуткий шарж на фильм «Вогнем и мечем». Помните Сич? Побухали, сговорились козаки. Там же чёрт знает что. И хотят скинуть из Кашового атамана. Кричать «Бармежредник на вилу, его хлопцы на вилу! Раз усадили на вилу!» Безнаказательно. Просто крик толпы. Кричать «Кирдягу! Кирдягу! Кирдягу! Кирдягу!» Привели «Кирдягу». Далее «Тихо! Дугайбей гнивается!» Вот кто у нас гнивается? ЦРУ или Лубянка? Кто у нас гнивается? «Тихо!» Ну что это такое? Понимаете, казацкая вольница, как такое, самодеятельное войско, она имеет право на жизнь. Как государство, так невозможно жить. Понимаете, покричали, потупали ногами, взяли кого-то, убили, казнили, поменяли власть. Сколько будет магната, сколько будет бабок, сколько будет водки, столько будет вот такого вот бурления. Если мы хотим построить государство, это институциональность, это судебный ветв власти, традиции, четкий, понятный порядок. Вот это силовая вертикаль. Вот это как бы кабмин и вся исполнительная ветв власти. Оно должно работать правильно и руководствоваться законом, а не двойными и тройными стандартами. И тогда будет порядок. А иначе его не будет. И у нас будут все время кричить кирдягу. И все. Кричить кирдягу. Кого сейчас крикнут? Только Авакову. Арсен Борисович. Потому что то, что произойдет, в случае, если Россия не зайдет везде, при вот такой вот смене власти, сможет стабилизировать только один человек в стране. Арсен Борисович. Я просто ничего больше не вижу. Тоже человек, получается, и так, и так выигрывает. Понятно теперь, почему он ушел добровольно, так сказать, в отставку. Потому что он в случае этой ситуации так и так выигрывает. Он уже начал выступать как политик мега масштаба. И прям его хвалят даже вчерашние критики. Какой он симпатичный парень. Он фотографируется с тем же Шустером, Гордоном и другими товарищами. Доктором Домаровским. И он тоже может быть заинтересован в определенном смысле. Такой вот зверинец привести к какому-то подобию порядка, может только сильная рука. Если Зеленский не докажет, что он сильная рука, то неконституционно власть будет свергнута или с видимостью соблюдения Конституции, но под давлением. И к власти придет диктатор. Диктатор Арсен Борисович. Почему? Потому что вот я сказал, что отвратительный Медведчук выглядит государственником. Весьма неоднозначный вакуал. Выглядит глыбой на фоне всех этих парней. Он действительно может обуздать и мусоров, и избушников, и так называемую улицу. Но это уже будет совершенно другая история. И с нашим свободолюбием и свободой слова придется попрощаться на долгие-долгие годы. Я не согласна. Думаю, что это может стать даже, знаете, такой восточной диспотией с передачей власти по наследству. Тем более, что наследник активно с Константиновскими, с Вагифом Амалиевым, с группировкой называемой «Братья» и так далее. Активно мужаев, взрослеет, взращивает себе Нукерон. Мы можем просто получить монархию. Я не скажу, что это плохо. А я скажу. Если Арсен Борисович будет меня любить и беречь, я скажу, что он хороший царь. Но мне, может быть, можно будет разговаривать дома. А вам, может быть, вообще запретят для вас. Спасибо большое, Константин, за классный разговор. Буду надеяться, что он сохранится. Будьте здоровы. Хотели с вами вообще поговорить о куче других тем, о коронавирусе и так далее? Сейчас звоните. Давайте делать короче. Давайте делать 10 минут. Но 10 минут. Коронавирус, маски, там респиратор, разница. Три вида вакцина, разница. Что делать бедным евреям? Большой вопрос. Вы же видите, что нам уже говорят, есть новый вирус, который ничего не берет. Да, но давайте все-таки, раз уже этой темы коснулись, вы за вакцинацию? Давайте так. Я вакцинирован, жена вакцинирована, взрослые дети вакцинированы. Я заболел с госпитализацией. Жена без теста не показали, но точно так же болела в очень легкой форме. Дети переболели, дочка потяжелее, но без госпитализации. Зять полегче буквально несколько дней. Внук 3,5 года переболел. И сын 11 лет, который принес, переболел. Если бы не было вакцины, на меня смотрели как на труп в больнице. Они готовили меня к тому, что я сдохнул и семью к тому, что я сдохнул. А я взял и вышел из больницы всего через 3 недели. И как бы не сдох. И я благодаря чему? Благодаря вакцинации. Она плохая. Нас затягивают, глобально нас затягивают в укол жизни. Глобально там рынок оценивали на следующий год в 105 миллиардов долларов и так далее. Это все очень плохо. Но если бы не было вакцины, мы бы сейчас с вами не говорили. Я жирный, старый, больной, с удаленными двумя органами и куском кишечника. С перенесенной онкологией. Она помогает организму как бы чуть-чуть поднакачать мышцы перед встречей, да? Она позволяет либо переболеть бессимптомно и заражать всех благополучно. Либо переболеть легко, либо переболеть относительно тяжело. Относительно. Но без реанимации и без интубации. Спасибо. Будьте здоровы. И все, кто нас слушает и смотрит, будьте здоровы. И чтобы все у нас было хорошо. Все, пока. И нам же это ничего не было. Да, да, да. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok